Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова то остаток такого вычета они не могут в дальнейшем использовать при приобретении следующих объектов. Вычет по новым правилам предоставляется только при соблюдении двух обязательных условий. Если гражданин официально вступил в право собственности на жилое помещение после 1 января этого года, и до этого от него ни разу не поступало заявление о получении имущественного вычета по другим объектам жилья. Граждане, которые купили и оформили в собственное свое жилье до 1 января 2014 года и заявили имущественный вычет не в полной сумме, остаток вычета вернуть не смогут. А теперь коротко о последних изменениях в социальной жизни региона. Фонд региональных социальных программ «Вагита Олег-Перва. Наше будущее» ведет прием заявок на Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель-2014». За 6 лет проведения конкурса фонд оказал поддержку 108 проектам из 45 субъектов России. Информацию об условиях и порядке проведения конкурса можно узнать по телефону горячей линии 8-800-333-68-78, а также на официальном сайте конкурс.нб-фонд.ру. В Управлении труда и социальной защиты населения стартовал прием заявок от организации для использования труда иностранцев в рамках корректировки квоты на этот год и формирования на следующий. Напомню, в приоритете трудоустройство жителей России, поэтому каждому работодателю сначала необходимо обратиться в Центр занятости населения с заявлением о подборе необходимых специалистов из числа россиян. В Управлении предупреждают, без этой заявки документы на квоту для иностранцев не принимаются. Всё оформление проходит в электронном виде с использованием автоматизированного информационного комплекса «Миграционные квоты». На Ринмаре открылось учреждение дополнительного профессионального образования «Выстрел». Сейчас там жители округа, впервые приобретающие огнестрельное оружие ограниченного поражения. Газовые пистолеты, револьверы или охотничьи ружья смогут пройти подготовку и изучить правила безопасного обращения с оружием. Теоретическая часть обучения будет проходить по адресу. Улица Октябрьская, 36. Практическая в детско-юношеском центре «Лидер». Подробнее об этом можно узнать по телефону 8-911-870-13-26. В Управлении труда и социальной защиты населения стартовал приём заявлений на предоставление бесплатных путёвок для отдыха и оздоровления детей. Отдохнуть за счёт средств из окружного бюджета ежегодно могут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Раз в два года юные жители округа, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении и на содержание и воспитание лиц, заменяющих родителей. Путёвки предоставляются детям в возрасте от 7 до 17 лет. За консультацией можно обратиться по адресу. Улица Смедовича, дом 25. Телефон для справок 424-62 и 457-77. Управление образования и молодёжной политики Наринмара просит родителей или законных представителей, чьи дети родились до 1 марта 2013 года, предоставить документы, подтверждающие льготы на получение места в детских садах города. Приём документов будет вестись до 15 мая. По адресу улица Смедовича, дом 11, кабинет номер 3. Телефон для справок 421-11. Задать вопрос и получить консультацию вы можете на приёме народных избранников. Также вы можете обратиться в администрацию Заполярного района и города. В администрации округа каждую последнюю среду месяца приём по личным вопросам ведёт первый заместитель администрации региона Евгений Алексеев. Адрес улица Смедовича, 20, кабинет 48. Запись на приём по телефону 430-87. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ненецком округе информирует о датах личного приёма депутатов. 29 апреля на ваши вопросы ответит Ольга Старостина, председатель Совета городского округа «Город Нарьянмар». 30 апреля воспримет Александр Лутовинов, депутат собрания депутатов Ненецкого округа. 7 апреля по 7 мая будет работать горячая линия временно исполняющего обязанности главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Любой житель может в круглосуточном режиме позвонить по телефону 2-19-51 и оставить своё сообщение на автоответчике. В общественной приёмной главы города приём граждан проходит каждую субботу с 10 до полудня. Приёмная расположена по адресу Переулок Сахалинский, дом 3. Каждый четверг с 5 до 7 часов вечера на ваши вопросы ответит первый заместитель главы Заполярного района Олег Холодов. Адрес посёлок Искателей, улица Губкина, дом 10, кабинет 318. Как всегда по субботам воспримет руководитель аппарата, управляющий делами администрации Заполярного района Виктор Кмить. Председатель Совета Заполярного района Владимир Окладников готов ответить на вопросы граждан каждый четверг с 17.30 до 18.30. Или в рабочее время в порядке живой очереди, без предварительной записи. Встречи проходят по адресу посёлок Искателей, улица Губкина, дом 10, кабинет 102. Это были социальные новости прошедшей недели. В следующей программе вы, как всегда, сможете узнать полезную информацию, а также самые важные адреса и телефоны Ненецкого округа. С вами была программа «Социнфо» и я, Алена Валей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова